В течение полутора лет был профессором всеобщей истории в университете. Он читал лекции по истории Западной Европы в средние века. Но Гоголь несколько переоценил свои силы, у него не было должной подготовки, и в скором времени он прекратил чтение лекций. То есть он понял, что карьера ученого, профессора, это не его путь, и он уже полностью перешел на, стал заниматься литературным творчеством. И президент России Владимир Владимирович Путин в 1975 году закончил юридический факультет университета. И важно то, что уже позже, в конце 80-х годов прошлого века, уже теперь прошлого, он почти полтора года работал заместителем ректора. 1724年,圣彼得堡大学在建立之初就教授法律, 使得法学院成为圣彼得堡大学最古老的学院之一. 300年前,彼得大帝以开放的姿态建立了圣彼得堡大学. Ленин приехал в Петербург, чтобы сдать экзамен. Он начинал учиться в Казанском университете, но был оттуда исключен за участие в студенческих волнениях. И благодаря хлопотам его родных, ему было разрешено держать экзамены в столичном университете. Видимо, тогда полагали, что юный провинциал вряд ли сможет выдержать экзамены и сдать за такое короткое время, ведь он не учился, он не слушал все курсы в университете. Сдать экзамены хорошо. Тем не менее, ему это удалось совершенно блестяще. Иван Петрович Павлов, выпускник Петербургского университета, который не мог сразу поступить на естественно-научный факультет, а поступил на юридический, а потом сразу попросил ректора перевести его на естественно-научный, потому что он как раз хотел заниматься проблемами, так сказать, физиологии, в широком смысле этого слова, и многими другими смежными направлениями дисциплины. 提到现代唯物主义高级神经活动学说的創立者巴弗洛夫, 人们首先想到的是他那些流口水的狗, 的确,那是他重视实验的佐证。 巴弗洛夫强调,科学工作者必须把脑和手结合起来, 他自己身体力行, 70岁以前,他都是上午90到实验室工作, 下午60下班。 迟到或者早退,哪怕一分钟,也是极少有的情况。 1904年,巴弗洛夫因在肖化县生理学领域的卓越贡献, 而获得诺贝尔奖。 这一年,刚刚 17-го числа мы встречаемся с активом иностранных учащихся университета, студенты факультета психологии вышли с предложением проэдаптационное, психологическое, которое позволит лучше узнать друг друга участникам учебного процесса и культурного процесса с обоих сторон. мы предполагаем, что в этих занятиях, если будет интерес иностранных учащихся к ним, будут участвовать не только иностранные граждане, но и российские. 我们的大学,我觉得最好,这个大学,最古代, 我们的老师最好,最努力,我们很喜欢我们的老师. 我们可以学很多知识,学汉语学,中国文学,这是应该的。 圣彼得堡大学的东方文化研究学院, 是进行东方语言、文学、文化教学和研究的中心, 还有12个系组成,提供有关历史、文学、语言学、人种学、 地区研究方面的广泛课程。 这里教授的东方语言和非洲语言达90多种, 其中有150多年历史的汉学系,吸引了300多名学生。 近30名教师,在这里教授汉语和传播中国文化, 充分显示了学校对中国以及中国文化的重视。 在山西高大学还有汉语重新, 汉语重新这个结构,它主要是从事宣传汉语, 宣传中国文化,举行HSK考试。 在我们的工作当中, 我们一直得到中国驻圣彼得堡临时官的帮助和支持。 圣彼得堡大学以开放的姿态迎接世人。 目前,圣彼得堡大学已同世界上的一百多个国家签订合作项目, 交换留学生。 为了保持竞争力, 学校还给予教授充分的自由, 可以进行自己的科研工作, 大打激发了教授的积极性。 学校的种种举措都表现出了创造充分条件, 来吸引优秀人才的良苦用心。 我们今天想想想想想帮助研究给予足处理解释。 我们想想想想想想在任何诠副的学生会认的双方。 то и диплом будет признан во всем мире. Вот это, наверное, необходимо сегодня всем российским вузам, если они хотят выдерживать ту конкуренцию, о которой вы говорите. Мы рассматриваем сферу межуниверситетской жизни как сферу, где одновременно присутствуют тенденции к интеграции и усилению конкуренции. Так что наша стратегия призвана найти вот тот самый средний путь, сохраняя дружественное отношение со всеми нашими прекрасными партнерами. Мы хотим, чтобы наши студенты, наши преподаватели оставались в нашем сообществе и развивали российскую науку и российскую систему наше образование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok